доброго всем дня на канале вязания и путешествий с вами наталья я сегодня 1 сентября я хочу поздравить всех детей всех родителей бабушек дедушек сначала нового учебного года всех всем пожелать но в первую очередь конечно детям родителям хороших оценок прочных знаний чтобы те ребята которые в этом году будут сдавать экзамены сдали их на как можно высокий балл и чтобы все что было у них задумано в дальнейшую жизнь все у них получилось все сбылось что все совершилось но у меня на столе лежит совсем немножечко пряжа это все небольшие небольшое количество проектов которые я задумала на сентябрь потому как сентябрь у меня достаточно сложный месяц собственно не умея все такие достаточно но сентябрь очень плотной потому что все знают что 8 числа выбора и мы уже давно очень плотно работаем по выборам а эта неделя будет особо такая перед выборами напряженная и плюс у меня уже два совещания намечено сентябрь это сентябрь очень много документации очень много всяких справок объяснительных докладных и прочее прочее разбирательств общем вот график такой месяца поэтому я не ставлю себе большие планы но дабы хотя чтобы выполнить то что намечено очень хочется и так значит что у нас здесь лежит с чего мы начинаем у нас есть три вида пряжи это фиджи троицкой это орликин колор сити и ализе лана голд начнем с орликина это мы убираем пока орликина орликина это пряжа для колор сити фирма колор сити вот этой на цвет 316 очень красивый голубой с таким оттенком морской волны значит 100 граммах 320 метров видно вот так и поближе поднесу 100 граммах 320 метров 50 процентов искусства 50 процентов искусственного шелка 36 про 35 процентов вискоза 15 процентов новозеландской шерсти так вязать можно на спицах три тройки про крючок ничего не сказано парить отпаривать можно стирать ручная стирка и можно сушить в расправленном состоянии так хочу сказать что из этой пряжи из такой пряжи я уже начала вязать начала вязать весной но связала немножко и оставила потому что взял вот такую кокетку я ее перевязывала я сначала сделала короче у меня было два лишних вот этих листочка она была очень широкая на меня и я ее перевязала вот кокетка у меня готова она выровненная буду я вязать с ростком я вот уже два ряда ростка провязала еще наверное ряда 2 провяжу вот так вот так она будет и дальше начну вязать тело и рукава буду вязать обратно поворотными рядами вот такая вот у меня будет кокетка я начала весной вязать но потому как надеялась что лето будет жарко оставила до осени вот теперь пришло время этого джемпера вот мне он очень нравится я наверное горлышко ничем не буду отделывать наверное оставлю так посмотрю как ну вот сначала свяжу тело и рукава дальше уже будет видно но мне нравится так такое горлышко пока я не планирую ничего делать так это я должна закончить в сентябре я уже начала вот провязала 2 рядочка так дальше дальше фиджи пряжа фиджи цвет у меня светлый натуральный значит это пряжа троицкая детская серия 50 грамм 95 метров состоит она из 20 процентов шести шерсти мериноса два 60 процентов хлопок и 20 процентов акрил производитель рекомендует вязать спицами от трех с половиной до четырех стирать ручная стирка и все и сушить на ровной поверхности гладить нельзя парить нельзя ничего нельзя значит что это за пряжа вот тут у меня есть ниточка моего есть достанем и рассмотрим вот он хлопок это такая не видно на камеру это такая тоненькая ниточка из нее сплетен вот такой вот шнурок видно вот такой шнурочек тоненький который набит мереносной шерстью и акрилом и вот такой вот пушочек я вчера сварить связала вот такой малюсенький образец это четверка постирала спицы лежат ровно но с изнанки вот изнанка такая приличная достаточно но я буду вязать на пятерке очень очень плотно получился если взять шапку да это будет хорошо для шапки я буду вязать кардиган мне хочется чтобы он был тоненький легкий но тоненьким конечно он не будет но мне хочется чтобы он был легким более более легким я буду вязать кардиган одной одним полотном я уже вязала себе такой кардиган когда-то правда очень давно махеровый я вязала одним полотном начинается прямоугольное полотно будет типа типа палантина и между между полочками и ру и спинка будет просто разрез туда куда будут вставляться рукава это типа детских комбинезонов так это будет вторая вещь я набрала уже на кардиган петли и провязала по моему порядка вчера я сидела и вязала по моему порядка десяти лет восьми десяти восьми или десяти рядов вяжется она быстро хорошо но вот по мере того как она будет вязаться я буду показывать это вторая моя работа еще но не работа второе удовольствие еще хочу показать я начала лет весной платье вязать ой с этим платьем проблема проблема в том что до его я думал сначала с коротким рукавом потом решила с длинным теперь вообще не знаю что будет проблема в том что осталось довязать мне нет начну с другой проблемой во первых мне не нравится что она косит вот косит и мне это не нравится не знаю почему вроде все вязала ровно все одинаково почему косит я не пойму не пойму такое впечатление что вот эта часть больше это меньше так здесь 15 половиной сантиметра и здесь 15 половиной ну это одна проблема с этим платьем а вторая получилось вот в чем дело у меня была упаковка пряжи 5 мотков на по 100 грамм это ализе cotton gold было пол килограмма мне осталось до конца довязать сантиметров 14 мне остался всего один моток из одного мотка я вывязываю приблизительно 19 20 сантиметров то есть у меня останется 1 4 часть 1 4 часть на рукава а я хотела длинный рукава докупить эту пряжу я посмотрела на вот то что я посмотрела вчера я много смотрела магазин и и нигде нет вот такая проблема но буду еще искать я даже не знаю есть есть конечно есть и некоторых магазинах можно в конце концов поехать на садовод посмотреть там я там покупала но продаются упаковками мне как бы упаковку брать совершенно ни к чему поэтому про платье у меня зависло но буду искать наверно где-то найду моточек если не найду то надо будет что-то придумывать другое я тут была в одном магазине меня продавщица говорит возьмите кружева сделайте но я думаю что кружева красиво будет но когда на 1 тонна мне как-то не видится здесь кружева так ну хорошо это у меня долговязь на доделках значит и еще у меня одна в планах есть значит да я сначала перескочила вот что касается фиджи расскажу до конца фиджи у меня две упаковки десять моточка пол килограмма но я читала о пряжи это и когда я буквально наверно вчера или позавчера стала пересматривать в интернете и говорят что 42 пол килограмма идет на 42 44 размер у меня наверно 48 не наверно 48 размер и я думаю что мне надо будет еще докупить но так как фиджи это троицк или не выпускают ее можно купить я думаю что проблем с этой пряжи у меня не будет и планирую кардиган свой до конца сентября все таки уже одевать одеть так следующее у меня вот это пряжа наконец она вышла это ализе лана волк классик 49 процентов шерсти 51 процент акрил и 100 граммах 240 метров что я буду делать а цвет 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 это 450 до 450 вот он такой молочный свет цвет цвет не хотела я белая вот для чего я приобрела эту пряжу дочь моя очень капризная у меня дамочка ей 29 лет и ей очень сложно угодить с вязанием но у алины на канале алина вяжет есть шапка снуд и рукавички мне они очень нравится я когда дочери показала моя дочь соблаговолела дать согласие на то что я и связала шапку такую снуд и рукавички вот значит я посмотрела ну не до конца правда но то что алина говорит о рукавичках о своей я своем изделии я думаю что ну как бы посчитала что три мотка мне хватит и еще есть два моточка это на рукавички в этом году я буду вязать на новый год своим приятельницам рукавички значит на 3 3 пары рукавичек у меня есть она говорила что там идет по 70 грамм где-то больше меньше в конце концов и докупить можно и еще мне надо будет порядка восьми пары еще связать я буду вязать из другой пряжи это надо будет связать в течение четырех месяцев сентябрь октябрь ноябрь декабрь я торопиться не буду но надо вязать в общем активно активно чтобы успеть в таком большом количестве сделать связать это все к декабре концу декабря и еще у меня есть но это вот значит у меня две это сентябрь а это до конца декабря так и еще у меня вот такая пряжица куком вида куком цвет белый стопроцентный мерсеризованный хлопок значит стирать его можно на по моему 40-40 градусов да по моему 40 градусов гладить на двоечке спицы два крючок полтора два цвет номер 293 у меня таких девять с половиной моточков там чуть больше пошло я вязала на детское платье вверх детского платья низ из ткани вот значит мне заказали связать сарафан летние наверно размер 42 44 я подобрала костюм будет костюм юбка и тупик вот надо будет свяжу я образец образцы вязок этих и начну вязать потихонечку это мне надо будет к лету это не не срочно но к лету я думаю потихонечку но успею сделать это долгий процесс так и еще я хочу показать что я что у меня что у меня новое появилось у меня у меня я у нас алиэкспресс получила две бандер две посылочки больших вот одну посылочку я заказывала на алиэкспрессе вот такие вот замечательные вот я покажу на руке их вот такие марки ручки замечательные мне они нравятся потому что они не оставляют следа на вязаном изделии но они у меня все время куда-то исчезают и я заказала вот в таком огромном количестве говорят что здесь все штук яркие такие вот какие такая красота вот очень долго шла эта бандеролька очень долго наверное месяца два с половиной еще я заказала себе два счетчика у меня были счетчики но я вязала детский комбинезон из yarnart джинс цвет цвет такой ярко зеленый салатный мне он ужасно не нравится потому что ну цвет мне не нравится и на новорожденного ребенка я бы на своего не стала таким цветом вязать но что хочу сказать дело не в этом дело в том что у меня исчезли два моих счетчика и исчез сантиметр сначала исчез один счетчик он лежал в этом в этой коробочке в которой я держала пряжу и комбинезон я взяла другой счетчик он исчез на следующий день у меня исчез сантиметр барабашка наверное тоже мне нравится этот комбинезон и он все у меня прятал ну вот выписала два еще пришло мне счетчика если не найду те не знаю куда они делись буду убирать генеральную уборку делать может быть найду и еще я купила себе книгу вот такую а я купила в июле когда ушла в отпуск мне она очень нравится я тут уже закладочки сделала потом себе буду вязать куртку или пальто не знаю что потом расскажу об этом вот я себе сделала для того чтобы начать для вязания куртки для вязания пальто закладочки вот такая замечательная книга вот все все я рассказала все я показала больше у меня на сентябрь планов нет мне бы с этим совсем справиться будет все замечательно я вам хочу всем сказать до свидания я хочу вам пожелать хорошего бабьего лета чтобы подольше у нас задержалась потому как нормального лета настоящего лета но во всяком случае у нас было очень мало в москве был только июнь теплый и вот конец августа так погода нас как-то не совсем порадовала в этом году ну будем надеяться на то что бабе лето будет хорошее и будем ждать следующего лета хочу вас поблагодарить всех кто пришел на мой канал кто посмотрел приходите пожалуйста на канал подписывайтесь я теперь буду стараться снимать побольше почаще поинтереснее поэтому жду вас всех подписывайтесь приходите спасибо большое что вы есть что вы приходите что вы смотрите меня я желаю вам всем хорошего сентября еще раз хочу поздравить всех с наступающим учебным годом до свидания до новых встреч